Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и сегодня вас ждет новый эпизод одной из самых креативных рубрик нашего канала. Zerg The GML продолжает радовать нестандартными стратегиями и совершенно экстраординарными решениями. Добро пожаловать на карту Эквилибриум и именно здесь, ну изначально справа сверху, а по факту вот аж где-то здесь появился The GML со своей прокси-хатой. Ну, это конечно хата, которая удивила меня с первой же секунды, потому что по факту, вы прекрасно понимаете, Хэтчери должна ставиться вот здесь, типа, чтобы было там одинаковое расстояние, минимальное до минеральных кристаллов, до газа. The GML ставит ее с другой стороны и тут, конечно, с одной стороны логика ясна, надо, чтобы у Протаса было как можно меньше шансов найти хату. И типа, вот если он приедет сюда, конкретно в эту точку, то он не увидит эту хату, если она еще не будет достроена к тому моменту, впрочем. То есть, видимо, логика в том, что Протас должен до последнего пребывать в неведении. Странно, кстати, что Протас еще эту хату не проверил. Протас это Клоун Фрог, вот такой никнейм у человека, Клоун Лягушка, ну, что я могу сказать. Никнейм интересный. На этом мои комментарии по поводу никнейма заканчиваются, но продолжаются комментарии по поводу игры, потому что Клоун Фрог все-таки нашел Прокси Хат. Ну и, честно говоря, конечно, выглядит это все достаточно странно, потому что, по факту, только два минеральных кристалла можно полноценно добывать. Ну вот, если дрон едет уже дальше, то, честно говоря, я не уверен, что золотой кристалл тут сколько-нибудь выгоднее стандартного. Ну, наверное, все-таки выгоднее, потому что плюс 40% добычи ресурса по сравнению с где-то в два раза большим временем, которое нужно на то, чтобы прокатиться туда-сюда. Но при этом надо понимать, что цикл добычи состоит не только из вот времени путешествия от кристалла до хата и назад, а еще и все-таки вот самого процесса добычи. Короче, не знаю, наверное, плюс-минус оно того стоит, но есть уверенность, что только ближайшие кристаллы приносят прям серьезный профит ДГЛМЛу. Протас, видимо, собирается продолжать дальше оказывать давление. У зерга лейр очень быстрый пошел. И, конечно, вот в чем фишка такой базы? В том, что все внимание Протаса будет, естественно, сосредоточено на ней. Вот еще и Грейт на маулингом достаточно быстро, и, следовательно, Протасу не так-то просто адептами как-то прям серьезно похарасить. И, да, логика зерга заключается в том, что вот все внимание Протаса приковано к этой базе. Лететь на мейн, смотреть, что там происходит, либо адептами, либо первым оракулом. Я не думаю, что Протас будет. Мне кажется, что Протасу будет намного интереснее, веселее вот с этой локацией еще немного поработать, похарасить. Интересная тут такая споровая колония. Ну да, а как поставить спору, чтобы она прикрыла и все минеральные кристаллы, и хату? Очень нестандартные задачи здесь решает ДГЛМЛ. Протас летит вперед своими адептами. Харасадептами, кстати, тут тоже немного по-другому выглядит с такой конфигурацией баз. Я не знаю, честно говоря, как лучше, как хуже. Но знаю, что Протасу, у которого оракул чудом на 4 хп выжил, все же удается сделать 3 фрага. И вот, мне кажется, Протас сейчас абсолютно неправильно понимает происходящее. Он типа все разведал, и ему кажется, что оппонент идет в макро. Вот, выбежали линги, тянется крип, разбивается этот пилон. Здесь какие-то дроны, королевы, спора. Полное ощущение, что зерк поставил эту прокси-хату для того, чтобы добывать здесь ресурсы. Но мы с вами уже видим, что это не так, потому что в табличке продакшна появились свармхосты. А здесь очень интенсивно тянется крип на встречу Протасовским базам. И, кстати, логика постановки хаты именно здесь внезапно обрастает новыми интересными подробностями. Раз, два, три криптумора, ты уже на натурале у Протаса. Если бы хата была здесь, раз, два, три криптумора, ты все еще довольно далеко от натурала Протаса. И, например, локостов вот так вот бравенько отсюда забрасывать бы не получилось. У ДГЛМЛ по итогу очень тонкий билд с очень тонким расчетом. А клоун Фрог абсолютно шокирован происходящим. Эта хата в итоге преподносит очень неприятный сюрприз Протасу, потому что Протас был уверен, что игра будет переходить в стандартное макро. И ради этого стандартного макро он тут ставил третий Нексус. А по факту из этой хаты вышли свармхосты, которые оказываются у Протаса на натурале. Спора тоже перекапывается на поле боя. ДГЛМЛ не успел бросить трансьюз, и это довольно сильно ударит по его перспективам в борьбе с этой армией Протаса. Но здесь есть Спора, которая может прогнать Оракула в линге, дерутся со Сталкерами. Спора нагло закапывается прямо под носом у Тоса. Свармхосты уже перезарядились и выпускают новый раунд Локустов. Огромные проблемы здесь у Клоун Фрога, который мгновенно теряет свою оверчардженную батарейку. Подошли еще свармхосты. Ситуация для Протаса откровенно выходит из-под контроля. Третий Нексус он теряет, на втором Нексусе у него просто проблемы с добычей. Протас пытается воспользоваться тем, что линги заняты третьим Нексусом. Свармхосты на кулдауне пытаются зафокусить пару хостов, но тут уже подбегают собаки. И Сталкерам приходится отступать в последний момент. Варпается здесь юнит стенку. Для того, чтобы не дать этим лингам куда-либо пройти, тут, конечно, просто жесть какая-то происходит. И ДГЛМЛ продолжает свой штурм. И эта хата просто мгновенно все подкрепления перебрасывает. А дома еще ставится Нидус. Нидус вполне вероятно для королев. Потому что мы видим по земле тут полное доминирование ДГЛМЛ. Наверное, не хватает антивоздуха против этих оракулов. И поэтому есть желание перебросить королев куда-то сюда. На поле боя плюс так быстрее будут подбегать зерлинги. Крип тянется очень интенсивно. И уже Протас вынужден отступить с натурала. Да, тут надо понимать, что зерк вообще-то на одной базе сидит. То, что у него здесь есть хата, никак ему не помогает. У Протаса тоже одна полностью раскачанная база. И уже 4 оракула, которые начинают сжигать с вармхастов налево и направо. Лимиты вообще прям подозрительно выровнялись. 47 на 52. Рабочих у Протаса больше. У него, правда, начинает истощаться мейн. Но то же самое ждет ДГЛМЛ уже через несколько секунд. Ситуация становится весьма интересной. Новый вброс локустов. От которых Протас просто спасся бегством. Желательно, конечно, оракулов против всех этих локустов не включать. Для того, чтобы оракулы еще немного покопили энергию. И просто Червнидусы на мейне от ДГЛМЛ. А именно в это время Клоун Фрог решил спуститься своими оракулами. Для того, чтобы сжечь с вармхастов. Лимиты сейчас полностью выровняются. Но главная проблема Протаса в том, что он пропускает Червнидуса к себе на мейн. И у него на мейне прямо сейчас появятся Королевы и Линги. Да, здесь удается добить сразу несколько хостов. Лимиты очень близкие. Но оракулы висят в воздухе мертвым грузом. Потому что у большинства из них просто нет энергии в достаточном количестве. Для того, чтобы противостоять Армии Зерга. Армия Зерга вообще смешная. Там три королевы и сколько-то пять собак здесь на мейне у Протаса. Это все, от чего нужно отбиваться Клоун Фрогу. И лимиты 44 на 46 во многом из-за того, что ДГЛМЛ сейчас не может полностью потратить свои деньги. Но даже имеющихся Королевы Линга, с учетом того, что здесь нет батарейки, мне кажется, может быть достаточно спора перекапывается прямо на поле боя, чтобы помочь против Оракула. Тут уже четыре королевы. У них есть трансьюзы. Есть ощущение, что Оракулы ничего не смогут сделать. ДГЛМЛ одерживает победу с вот такой максимально странной прокси-хатой, которая удивила всех. От одной прокси-хаты мы отправляемся к следующей, уже на другой карте, в другом матчапе ЗВЗ. на карте, которая называется... Так, секундочку, надо мой шведский, значит, призвать резко... Ротхусет Стейшн. Нормально? Нормально? Там у нас много было комментариев во время одного из предыдущих роликов, где я рассуждал об этой карте, что на самом деле это никакая не Ротхусет, как Алекс тут безграмотно заявляет, это Ротхусет, станция метро в Стокгольме, в честь которой и названа эта карта. Ну, я, безусловно, могу попрактиковаться немного в шведском, чисто ради вас, чтобы вот не зря эти все комментарии были написаны. Но я не могу не заметить, что все же в русском языке, как и практически во всех языках мира, нет такого правила, что иностранные топонимы должны читаться так же, как в языке происхождения, иначе бы не было никаких Лондонов, а были бы сплошные Лондоны, Ливерпули и прочие странные города по всему миру. Они бы назывались именно и страны, и что угодно. Не было бы никакой Германии, была бы Дойчленд. В общем, да, это отдельная история. Ротхусет Стейшн, это прекрасно, но я думаю, что эта карта все же останется у нас Редхассет. Впрочем, если вас удивляет только название этой карты, то пришло время обратить внимание на то, что происходит на этой карте, потому что TheGLML не просто поставил прокси-хэтчери для чего-то там. Он поставил прокси-хэтчери рядом с базой соперника, причем таким образом, что на нове до самого последнего момента не знает абсолютно ничего о происходящем, и это ведь не просто хата поставленная. Здесь три плетки делаются! Три плетки! Пытается отреагировать на нове тем, что ставит свою плетку на натурале, но он, очевидно, недооценивает скорость этой атаки TheGLML. Уже обрываются сюда собаки и плетки. Тут прибежала пара лингов, и как раз застала переход в Роуч Ворон со стороны TheGLML. А красный зерк не собирается переходить в собак со скоростью. Он собирается переходить в Роуч, а здесь устраивает настоящее запирание оппонента с плетками. Смотрите, какая жесть! На нове пытается что-то противопоставить этому запиранию. Он спускается королевами, но королевы были растерзаны красными собаками, которых было явно больше, чем синих. У на нове есть бейлинг-нест, и посмотрите, что он делает. Он, оставшись на одной базе, мгновенно переходит в лейер, ставит Роуч Ворон и второй гас. И это при том, что бейлинг-нест у него тоже есть. Пока непонятно вообще, на что конкретно будет делать ставку на нове. Здесь он пытается бейном поймать оппонента на невнимательности. Но TheGLML очень красиво так минимизировал потери, не дав бейлингу пройти куда-либо дальше. Тут, видимо, TheGLML хочет на халяву съесть плетку, но так не получится. Там делается еще один бейлинг. И TheGLML принимает решение отступить и перегруппироваться на эту свою локацию. Окей, окей. А тут уже, да, готов Роуч Ворон, делаются Роучи и Нидус от Нанови. В качестве ответочки на стратегию TheGLML. Это не Нанови заперли на мейне. Это TheGLML заперли на всей карте рядом с мейном Нанови. Опа, это что такое? Это антивялая плетка? Вы помните ту самую легендарную вялую плетку, ознаменовавшую полный провал одного из игроков сборной России на Nation Wars? Тут у нас появилась какая-то антивялая плетка. Она не в атаку идет, она домой идет через всю карту. Или, может быть, она наоборот гипервялая. Я не понимаю, но я понимаю, что еще две плетки TheGLML, а тем временем, просто идут в атаку. Одна развернулась, одна пошла дальше. Тут прибежали собаки. Тут же появился червнидуса в атаке рядом с мейном TheGLML. Страсти в игре накаляются. Здесь плетка просто сама пешком пришла в минеральную линию. Здесь появляется королева линги против роучей. Плетка пыталась закопаться, но Нанови ее выбил. Ну а тут начинается полноценное сражение. TheGLML на него реагирует тем, что он снова отправляет своих роучей и плетку на базу соперника. Что тут происходит? Морфится реведжер от Нанови. Нанови заходит на мейн TheGLML. У красного зерга явно меньше войск, но и у синего просто гигантские проблемы. Тут куча роучей и одна плетка. У Нанови просто королева и один таракан дома. TheGLML уводит всех дронов. Куда? На прокси базу, видимо. Там ставится еще одна плетка. Здесь плетка и роуч самозабвенно пинают бейнинг-нест. Зачем? Непонятно. Остается 15 дронов. У синего зерга, у красного их 25. Та самая антивялая плетка в итоге беспрепятственно пришла домой. Через Нидус вернулся домой своей армии. Нанови, Нанови отбился, сохранив 15 дронов. TheGLML, ну не то чтобы отбился. У него тут великая миграция дронов с мейна на прокси базу через всю карту. Здесь продублирован в прокси роуч ворон. Здесь также поставлена плетка. И здесь есть плетка, которая закопалась дома. Черв Нидус остался нетронутым. И TheGLML, конечно, нужно срочно восстанавливать свою оборону способность. Часть дронов он в итоге обратно возвращает на мейн. 31 дрон на 17. Есть плетка, есть 3 реведжера. Это те войска, которые сейчас есть у красного зерга. У синего тоже 3 реведжера. Но у него при этом хороший костяк роучей. И сейчас у TheGLML явно проблема. TheGLML отправляет роучей вместе с дронами домой, а не сюда. Я ничего не понимаю. Неужели он уже собирается отдавать эту хату? Или он хочет выбить черв Нидуса? Пока непонятно. Продолжает свою атаку Нанови. У Нанови цель ясна. Он хочет выбить эту прокси базу оппонента. Плетка ничем не помогает. TheGLML в этом сражении. Буквально пара собак. Один роуч появился. Здесь роучи TheGLML справляются с червем Нидуса. Еще один подходит немного помочь здесь. TheGLML добивает одного из реведжеров Нанови. Карта на красный хп, но она живет. Этого таракана можно перехватить. Но это дает время остальным фокуснуть хату. Просто фокус хэтчери от Нанови. Хэтчери получает гигантский урон. На 3 хп выживает. Но возвращаются роучи реведжеры. Такие добивают хэтчери. TheGLML теряет свою прокси хату. Но у него остается огромное войско. И он снова идет вперед. Снова с плеткой. Что происходит в этой игре? Тут хайграунду Нанови. Нанови в очень хорошей позиции. Но фокусится королева, у которой был трансьюз. Прекрасный микроконтроль от TheGLML, пока его дроны вместе с реведжером Нанови через всю карту идут на мейн TheGLML. Еще роучи от TheGLML подошли. TheGLML закапывается своей плеткой на хайграунде соперника. Она закопалась. Роучи есть. По-моему, при помощи плетки TheGLML выиграет это сражение. Огромные проблемы у Нанови. Здесь какой-то один случайный реведжер пришел чисто повоевать с дронами. Но, скорее всего, он просто отдастся на плетки. TheGLML в итоге делит свою армию для того, чтобы нанести оппоненту дополнительный экономический урон. Дроны обратно куда-то поехали на лон-дистанс майнинг. Я ничего не понимаю, что здесь происходит. Вот они, креативные игры любителей, в которых просто какой-то ад творится. 34 дрона у красного зерга. 12 у синего. Экономика на НОВе полностью уничтожена. Но лимиты очень близкие. 40 на 36. Потому что TheGLML все-таки свою армию разменял на экономику соперника. И сейчас TheGLML однозначно нужно выводить дронов для того, чтобы хоть какие-то шансы сохранить на прокси базе у TheGLML. А нет ничего. Он зачем-то выкопал плетку. Сейчас уже драться придется без нее. Дроны идут вперед. Всех дронов срывает TheGLML в отчаянной попытке как-то отбиться от огромной армии соперника. Тот пришел в атаку с двумя королевами даже. И TheGLML, похоже, не имеет ни малейших шансов отбиться. Дроны снова хотят уехать, но им некуда. И на НОВе выигрывает сумасшедшая ЗВЗ на RedHasset Station. После крутейших игр в матчапе ЗВП и ЗВЗ мы отправляемся смотреть матчап зерга против Терана. TheGLML играет против Праймфаи. Синего Терана, появившегося справа сверху на карте Altitude. Это игра из предыдущего баланса. Предыдущего баланс патча. И она прям ждала, ждала своего часа, чтобы получить эфирное время. Чтобы мы могли насладиться просто невероятным противостоянием зерга и Терана. TheGLML приехал дроном, но вопреки вашим ожиданиям, здесь он не ставит никакую прокси-хату, которая должна кого-либо удивить. Но при этом он не ставит хату и у себя дома. А все почему? А все потому, что, господа, здесь ставится Роуч Воррен. И TheGLML, очевидно, собирается играть в Ravager Rush с одной базы. Праймфаи при этом играет в два барака. Причем это... Я бы не сказал, что именно та вариация билда, которую используют корейские прогеймеры Тераны. Два газа, например. Я не уверен, что вообще играются при таком опенинге. Задача которого получить трех риперов и потом перейти в командный центр и в пристройки на бараках. Но то, что у Терана есть два газа, определенно ему поможет конкретно в данной ситуации. Потому что, конечно, против Роучей нужны какие-то технологии. Нужны не риперы, нужны ребята посерьезнее. Праймфаи прилетает на натурал, не видит здесь хаты, что в случае TheGLML почти ничего не значит. Но сейчас он уже получает абсолютно стопроцентное подтверждение того, что ему придется отбиваться от реваджера Rush. Тут же ставится бункер. Летят следующие риперы, несмотря на то, что первый был потерян. Логику можно понять. Когда эти реваджеры пойдут в атаку, то экономика зерга может быть уязвима. И несмотря на риск потерять этих риперов, я думаю, что овчинка выделки стоит. Можно попробовать нанести очень серьезные экономические уроны, без того довольно слабой экономики зерга. И действительно, риперы прилетели, фокуснули дрона раз, фокуснули дрона два. Но вот от этого реваджера риперы уже не спаслись. Реваджер оформил себе два фрага, правда задержал момент, когда он придет в атаку. Но в атаке уже есть три реваджера, которые идут навстречу хайграунду терна. Мне кажется, ДГЛМЛу стоит именно техлабу атаковать. Но он начинает сапплая. С другой стороны, это отправит синего терна в очень глубокий сапплайблок, из которого тот вряд ли в ближайшее время выйдет. Надо только ждать готовности командного центра, поэтому тоже интересное решение. Но отмечаем, что у мародеров достроился конкассив шелс. Этот апгрейд, конечно, будет весьма полезен в отбитии от реваджера раша. Массовая бомбардировка технической лаборатории барака. С учетом того, что у терна сапплайблок уже вряд ли он каким-то образом сможет нормально барак использовать. Поэтому, мне кажется, есть смысл его поднимать в воздух. Тут уже кина не будет. Prime Fire достраивает командный центр, выходит из сапплайблока и заказывает юнитов уже в следующих производящих зданиях. Циклон в Фэктори, Либератор в Старпартии. Вот такой выбор Prime Fire. Напомним, что Циклон в этой версии баланса еще требовал техническую лабораторию. Сейчас от этого пуша было бы отбиваться легче. Ну и плюс. А вот здесь все-таки большая карта была так. ДГЛМЛ заходит на хайграунд и, похоже, пробивает бункер. Это огромные проблемы для Prime Fire. Но, с другой стороны, вы знаете, вообще очень много юнитов здесь теряет ДГЛМЛ. ДГЛМЛ остаются реведжеры. Два роуча. Реведжер здесь на одном хп выживает. Пытается убежать от осевишек, пока роучи наносят урон. Реведжер остановился и тут же был наказан осевишками. Появляется ситштанг и, похоже, Prime Fire отбивается. От первой волны. Ой. Танк, конечно, серьезно повредил морпеха. Но, в итоге, Prime Fire здесь отбился. Что будет делать ДГЛМЛ? Будет ли какой-то переход? Нет. У ДГЛМЛа 14 дронов против 22 ССВ. Поэтому, пожалуй, переходить в макро, с учетом того, что это еще и две базы в одну, это абсолютно исключенный для Зерга вариант. И Зерг просто будет продолжать. Иногда, вы знаете, креатив, это, точнее, креативное решение, это не только перестроиться из одной стратегии в другую, но и тупо продолжить исполнять то, что ты делал до этого, даже если твоя первая атака не увенчалась успехом. Вот смотрите, как здорово здесь поймали Реведжера Циклона. Что это такое? Опять Реведжер выжил на одном ХП? Это, видимо, Циклон просто оставляет Реведжеров на одном ХП, там, с каким-то количеством зацепов. Просто жесть. Два Реведжера уже на одном ХП выжили. Здесь в это время разложился, Либератор прилетел и начал просто выкашивать минеральную линию ДГЛМЛа. Это огромные проблемы для Зерга, который остается на восьми дронах. Но в это время здесь Реведжеры поднялись на хайграунд и забрали единственный Сиджтанг ДГЛМЛа. Не ДГЛМЛа, конечно, а Праймфай. ДГЛМЛ пока не развился до Сиджтангов. Зерг поднимается на мейнг Терна, и у Терна единственный боевой юнит. Это вот Либератор на девяти ХП, больше ничего нет. Но у Терна 28 СВ. При поддержке Медивака СВшки идут в атаку. Вот это жара пошла. СВ плюс Медивак против Реведжеров. Кто кого? Мне кажется, у Реведжеров, конечно, побольше шансов будет. Но может быть еще Циклон здесь появится. Все зависит от того, доживет ли Фэктори, выиграли ли СВ достаточно времени. Циклон появляется в самой гуще событий. Почему? Он успевает добить одного Реведжера, два других выжили буквально на четырех, на пяти ХП. Тут уже просто вагон Реведжеров, которые на красных ХП жили все это время. Прайм Файя успевает получить там какое-то количество Марпехов. Он потерял Фэктори. Но у него делаются Марики, делается Либератор еще один. На самом деле тут могут быть шансы у Терна отбиться. Один Реведжер прям совсем на лоу ХП. Его можно добить! Снова Реведжер на одном ХП! Да прекратите уже! Это три Реведжера на одном ХП! В одной игре! Не в 25-минутном макро, а в 8-минутном остросюжетном боевике. Еще один Марпех сейчас должен появиться и немного помочь в этом противостоянии. Либератор прогоняет Реведжеров и Роучи. Подставляет таким образом их под выстрелы Марпехов. Удается Прайм Фае забрать одного из Реведжеров и сильно пробить Роучи. Либератор успел выстрелить, но надо же как-то добить этого Реведжера. Пока не получается. Либератор разложился. Роучи пытаются убежать. Не удается. Появился Марпех. Еще минус один Роуч. Реведжеры. Пара тараканов там отдыхает. Еще пара тараканов попытается пройти, но это очень тяжело с Либератором. Невозможно. Просто Роучи мимо Либератора не проходят. На трех ХП сейчас выжил таракан. А вот Реведжер на этот раз не смог еще немножечко пожить. Три ССВ на 12 дронов. Выглядит страшно, конечно, но надо понимать, что есть двойные мулы. И вот этого мула свежеброшенного добивает ДГЛМЛ, что безусловно очень важно. Да, надо понимать, что с мулами Терен может быстро восстановиться. 20 лимита на 28. Лимиты достаточно близкие. Полетел еще один Либератор в Харас. У ДГЛМЛа 14 дронов он ставит хату на натурале. И три Роучи, которые идут вперед. Здесь дома не остается ничего. Будет Медивак с семью морпехами. Он, видимо, собирается лететь в атаку. Второй Либератор полетел у Праймфаи. Роучи морфятся в Реведжеров. Это видит Праймфаи, но не реагирует. Да, возможно, он просто пролетел мимо. Не заметил, был сфокусирован на Либераторах или на экономике. Или еще на чем-то. Но еще один свежеброшенный мул. Становится жертвой ДГЛМЛа. Праймфаи возвращается домой. Он потеряет какое-то количество рабочих. Причем наверняка очень серьезно. Здесь разложился Либератор. Либератор делает пару фрагов. Но сейчас подойдут две королевы и прогонят его. Здесь морпехи воюют с Реведжером. Забирают его Роучи. Реведжер в это время терроризирует мейн. Один Либератор уничтожен. Но есть еще второй, который начинает сейчас выбивать коконы. И давать, возможно, зерговским юнитам появиться на свет. Либератор улетает, переразложится на натурале. Здесь продолжается сражение. Морпехи разбираются все-таки с войском Зерга. Но 19 лимита на 33. Это уже не такие приятные расклады для Праймфаи. Праймфаи, тем не менее, здесь еще немного похарасил Либератором. Но 5 из Севина, 24 дрона. Это, безусловно, огромное преимущество Зерга. Надо лететь вперед. Надо наносить сопернику урон. Даблмулы никуда не делись. И на самом-то деле, по инкому, не все так плохо, как может показаться. 700-800 минералов в минуту на 1100. Да, Зерг добывает больше. Но не настолько больше, чтобы победа была гарантирована. У Зерга на карте всего 2 роуча. И они где-то далеко в центре карты. А тут высаживается дроп из 8 морпехов на мейне у ДГЛМЛа. У Зерга сейчас могут начаться очень большие проблемы. Зерг отвлекся на Либератора. Да, Либератор потерян. Но дроп, посмотрите, как здорово врывается на мейн к ДГЛМЛу. Зерг пытается собрать войска в кучу. Но добычу на мейне он уже потерял. И по инкому тут уже очень близкое соотношение. Улетает Праймфайя. У него дома еще там появились морпехи. Медиуак, Либератор. Еще минус один оверлорд. Для ДГЛМЛ ему уже пора заказывать нового. Потому что сейчас он окажется в сапплай блоке. Уже заказал нового ДГЛМЛ. Новых юнитов он пока строить не может. Блин, тут вообще не так уж и очевидно, честно говоря. Кто прям сильно впереди. Да, 12 СВ на 26 дронов. Это все еще экономически хорошая ситуация для Зерга. Но 37 лимита на 45 только что было. Это вообще рабочее соотношение сил для Террена. Прилетает Праймфайя еще одним медиуаком. Сейчас собирается двумя медиуаками харасить соперника. И тут, конечно, серьезная армия. Против которой нужно, нужно повоевать. А там еще Либератор на натурале разложился. Что вообще происходит? Что происходит? Здесь два медиуака высаживаются на мейне. Тут веселится Либератор, который немало урона нанес. 42 лимита на 49. Продолжается просто сумасшедшая мясорубка. И уже 17 СВ на 21 дрона. Террен выходит вперед по экономике, господа. Террен выходит вперед по экономике. Игра снова переворачивается с ног на голову. Дроп вновь высадился на мейне. Праймфайя не дает ДГЛМЛу жить. Видите, ДГЛМЛу это надоедает. Он идет вперед своим войском. Он игнорирует этот дроп. А там еще Либератор летит. Есть ощущение, что у ДГЛМЛа сейчас будут огромные проблемы в обороне. Но он собирается устроить оппоненту еще больше. Проблема в атаке. Здесь бункер. Бункер должен достроиться обязательно, чтобы у Терна были шансы. Разложился Либератор. Надо фокуснуть. Фокуснуть Реведжера. Иначе просто ваншот над этого Либератора Реведжера. Здесь что? Здесь Либератор. Марпехи, судя по всему, были уничтожены. Тут идет сражение Мариков с Реведжерами. Снова Реведжер выживает на пяти ХП. Там еще раз разложился Либератор, но его уничтожили. И здесь разложился Либератор. У него как раз пока все в порядке. И равное количество рабочих у Терна и Зерга. Но выжили две королевы. Они с Либератором определенно разберутся. Что делать с этими Реведжерами? Пока непонятно. 16 дронов вышло у ДГЛМЛ. У него две хаты. У него дотекание зерлинговое. У Праймфаи не остается практически ничего. Зерлинги, конечно, очень хороши. В такой ситуации, когда надо пробежать через поле Либератора намного лучше, чем медленные Роучи. Праймфаи отчаянно пытается отбиться. Но, по-моему, это уже конец для Терна. У которого не остается практически никаких инструментов. Джейджи Праймфаи дрался до последнего. Но ДГЛМЛ одержал просто красивейшую победу. Пришло время вернуться на Ред Хассет или Род Хассет стейшн. Для того, чтобы еще раз удивить вас хатой. Вот такой. Как вам такой поворот, господа? На этот раз ДГЛМЛ ставит прокси хату на золоте рядом с натуралом соперника. Я уверен, будет весело, пока не понимаю, что из этого получится. Это снова золотые минералы. Как и в самой первой сегодняшней игре. Но, вне зависимости от того, что выберет здесь ДГЛМЛ в игре против Баума с Баума. Надеюсь, вам нравится. У нас очень веселое видео с креативными стратегиями. Безусловно, огромный респект ДГЛМЛу за то, что продолжает активно делиться реплеями. Из которых мы можем собирать вот такие вот шикарные паки игр. Если вам нравится, друзья, то обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий. Найдите в комментариях где-то пост от ДГЛМЛ. Если он там был, можно лайкнуть и его. Ну и, конечно, главное, что вы можете сделать для поддержки канала, это подписаться на него. Или еще лучше оформить спонсорскую подписку, в рамках которой вы получите доступ к огромному количеству бонусных видео. Кстати говоря, буквально завтра будет очень знаменательная дата для канала. 12 лет с момента загрузки первого видео. И я сделаю специальный пост в окладке сообщества в честь этого момента. Но в любом случае, если вам интересно, с чего все начиналось, то вы очень легко можете найти самые первые видео на канале. Посмотреть, как развивался наш канал в течение времени. Безусловно, не все 12 лет он был активен, но это уже отдельная история, о которой я наверняка буду рассказывать во всех подробностях впоследствии. И вот как раз те наши спонсоры, у которых есть доступ к бонусным видео, также могут воспользоваться возможностью просмотреть прямо огромную коллекцию бонусных роликов из тех старых времен. Там особенно за 15-16 год. Самое начало Legacy of the Void, очень много крутых бонусных роликов. Рекомендую, господа! А пока, ну что, пока мы видим, что у Протаса есть полный обзор на базу ДГЛМЛ, который, в отличие от самой первой игры, которую мы смотрели, использует золотую базу по назначению. Просто добывает минеральчики. Добывает минеральчики, получает профит, всеми силами изображает давление на базу Протаса, пробивая камни. Вот видите, в первой игре ДГЛМЛ скорее изображал игру в макро, а сам играл там у Линза с воробхастами. А здесь наоборот, он изображает, что тут будет какая-то мега агрессия. Но по факту мы видим, да, вообще, раз хата пошла, два хата пошла за счет бонусного инкома от золотых минералов ДГЛМЛ. Может, многое себе позволит. Эволюшн у него на мейне. Здесь Эверлорд, который не будет потерян. Который давал какой-то вижен на хайграунд. А сталкеры же не достают, да? Сталкеры не достают до дронов. Они бы доставали до газилки, а до дронов доставать не могут. Но! Тут есть призма, и можно действительно призмой харасить. Можно вообще здесь еще какие-то батарейки поставить, и тогда добывать здесь будет практически невозможно. Да, тут три сталкера и имморталы, всего две королевы, поэтому очень тяжело этой призме противостоять. Есть ощущение, что ДГЛМЛ тут нормально подобывать не сможет. Да, ДГЛМЛ вынужден повезти отсюда дрон и выритироваться. Протасу очередь за счет такой быстрой призмы очень комфортно себя может чувствовать в дальнейшем на карте. Ну что, какая тут дальше логика тут? ДГЛМЛ просто планирует продолжать игру с трех баз, но... И если вам кажется, что в итоге эта хата была поставлена зря и от нее не было никакого толку, я сильно не соглашусь, потому что у Зерга сейчас такой очень опоясывающий крип появился. Вот если в этом направлении активно крип тянуть, то можно просто протаса со всех сторон крипом окружить, и тогда у Зерга прям полное понимание будет того, во что идет протас, куда он там идет в атаке, будет находиться в обороне или сидеть и так далее. Сейчас главное, вот пока обсервер не появился, пока там саплай блок у протаса, максимально активно тянуть крип во все направления. И посмотрите, крип уже здесь, на внутренней базе протаса. Очень активно тянется крип у ДГЛМЛ, у него делается лейер, раучворен плюс один на коготь, ну а протас добавляет огромное количество гейтовый чардж. И явно собирается идти в атаку вот таким составом армии, с энтри и морталы, чардж зилоты. Да, крипа действительно много, но есть ощущение, что протас как будто вообще собирается эту проблему игнорировать. Он просто идет вперед, и у зерга есть возможность продолжить тянуть крип по всем фронтам. Просто прийти к оппоненту крипом на натурал, и самое главное, сохранить вот эту вот опоясывающую тему. То есть, если просто досюда дотянуть крип, то вокруг баз протаса со всех сторон будет крип. Протас вообще никак не сможет покинуть свои базы без того, чтобы спалиться. Королева и линги с плюс один на коготь и немного роучи. Вот такой состав армии у ДГЛМЛ, которым он пытается принять выход протаса. Протас ограждается от лингов форсфилдами, но это работает не шибко круто. Есть ощущение, что ДГЛМЛ пока очень уверенно здесь отбивается. Протас пытается немного подконтролить протаса, но в итоге он сохраняет призму с двумя имами, но не более того. Очень хорошее отбитие от ДГЛМЛ. Да, там, конечно, много ресурсов еще у протаса, которые он не потратил, но в итоге, как мы видим, он варпает сталкеров домой. Да, и протас пытался поставить третью базу, но у него ничего не получается, потому что здесь крип. Третью базу здесь не поставить. Очень здорово, с далеко идущими последствиями отработала эта хэтчери. Протас пытается решить свою проблему с крипом. Здесь он делает дропы морталов и доварп зилотов, забирая эту оппонента эволюшн. Не самое важное здание в данный момент, но очень важно шпиль увидеть. Протас увидел шпиль. И это прям максимально важно. У него сейчас есть время подготовиться. Варпризмы, естественно, надо просто улетать. Улетать домой, пока там не появились муталиски. Интересно, какое решение примет Протас. Здесь он все еще пытается, видимо, перейти на базу внутри. Здесь он продолжает дропать имморталов, невзирая на то, что там шпиль. Но он, видимо, уверен, да, уверен был в том, что он успеет уйти домой реколом. И он прав. Действительно, он вернулся домой реколом. Заказан блинг, фаржа. Сталкеров тут немало. Можно сделать еще один доварп, и тогда их будет более чем достаточно, чтобы справиться с первой группой муталисков. Адглмл в это время продолжает разрастаться хатами по всей карте. У него уже четвертая база делается. Далее в планах пятая. Гидроден, два эволюшена. Короче, тут прям мега переход в макро планируется. Баумэс Баум явно собирается так аккуратненько сидеть дома. Никуда не вылезать. Адглмл, кстати, в итоге ограничился тремя муталисками. То есть это был обманный маневр. Зато дальше пошли 14 оверлордов, ребят. Не спрашивайте. 14 умножить на 8. Это 112. Еще 112 лимитов Адглмл явно не нужно максимального. Ну, не знаю. Может быть он планирует потерять большое количество оверлордов. Пока мы видим, что он планирует резко перейти в хайвы в маслюркеров. Ну и Баумэс Баум тоже как будто бы понимает, что там нема смута. Поэтому пошел робо-бэй. Здесь великолепно Баумэс Баум отрабатывает все той же призмой с имморталами. Отменяет Даглмл внутреннюю хату. Но, опять же, там уже есть четвертая база. Еще дронов добавляет зерк. Протас пытается получить полноценную трехбазовую экономику. В принципе, я думаю, он сейчас справится с этой задачей. Потому что у него много рабочих можно перевести. И с мейна тоже. Для того, чтобы сразу раскачать третий Нексус. Отметим, что все еще сохраняется этот опоясывающий крип. И более того, Даглмл даже дополнительные криптуморы здесь ставит. Тут все это видит пробка. И сейчас Блинксталкеры как раз попробуют исправить ситуацию. Здесь одна мута гоняет призму в правом нижнем углу. Но и здесь завершил опоясывание соперника Даглмл. Действительно, он построил вот такой вот огромный полукруг. Который сейчас пытается сломать Протас своими Блинксталкерами. Но сделать это не так-то просто. Тем более, тут королевы, которые заново этот полукруг возводят. Протас добавляет дизрапторов. На третьей базе у него все полностью раскачано. Призма путешественница высадила имморталов и полетела дальше. Подождите, она же высадила, правильно? Где имморталы на красных ХП? Я не вижу. Вот они. Сколько у них? 17 и 16 убийств, видали? 33 на двоих. Ну и вот, почему я так много говорил об опоясывающем крипе. Потому что вот эту призму, например, Даглмл спокойно мог обнаружить. За счет своих криптуморов. И, соответственно, он уже здесь, видите? Он уже сюда летит муталиском. Вот как работает такой крип. И это прямо офигенная тема. Опа! А это что такое? 13 транспортных оверлордов. Ну теперь понятно, зачем Даглмл нужно было так много оверов. 13 транспортных оверлордов и еще 4 оверсира делаются. И делается дальность атаки для люркеров. То есть, видимо, Даглмл сейчас планирует массовый дроп даже с королевами на мейн к сопернику. Пока соперник потерял здесь варпризму. Но, похоже, собирается переходить в атаку. Потому что мы видим, он здесь проедает кристаллы. Это выглядит вообще как очень интересная такая армия от Протаса. Не факт, что она вообще слабее, чем армия, которая есть у Зерга. По грейдам просто плюс 1 у Протаса, а 1-1 у Зерга. Зерг здесь пришел маленькой группой отвлечь соперника. И эта группа, конечно, будет разгромлена, но... Баум из Баум полностью сконцентрирован на происходящем здесь. А тут-то посмотрите, сколь серьезная угроза. Вся армия Даглмл в этих транспортных оверлордах. У меня, мне кажется, есть какое-то неприятное дежавю. Но так как в этой игре нет террена, то никакая ядерка в этих транспортных оверов не прилетит. Оверы выгружаются. И, в принципе, тут, конечно, огромные проблемы начинаются на мейне у Протаса. У Протаса доделался плюс 2 на атаку. У Зерга, кстати, 2-2 только заказаны. И Протас идет в размен. Он не собирается возвращаться, что выглядит максимально логичным решением. Здесь Протас может немного потянуть время на своих фотонках и батарейках. Грамотно расставленных по разным базам. Но Даглмл пытается одновременно устраивать фурор на всех 4 базах оппонента. Протас, в свою очередь, врывается на натурал Даглмл и скоро окажется на мейне. Еще 7 люркеров, заказанного Даглмл. Даглмл будет отбивать вот эту локацию. Его планы уже ясны. Он попытается отбить хотя бы одну базу. Сделать так, чтобы соперник не смог взять ее штурмом. И все выглядит абсолютно логичным. Абсолютно логичным выглядит план Зерга. Но Протаса при этом больше боевого лимита и грейды лучше. Потому что грейды 2-0 лучше, чем грейды 1-1. В принципе, тут очень много всего интересного может произойти. Здесь, я так понимаю, дизрапторы выбили люркеров. Поэтому продолжается какая-никакая. Но добыча у Баума с Баума на золоте. Даглмл продолжалась добыча на внутренней базе. Но он оттуда как раз эвакуировал дронов. И Даглмл делает полную ставку именно на эту локацию. Протаса теряет весь свой продакшен. Ну и сейчас обязательно потеряет все Нексусы или не обязательно? Протас пытается потихоньку восстанавливаться. Здесь люркер с хайграунда атакует минеральную линию. Ничего себе. Как оказывается, можно делать. Так, ну эта хата уничтожена. Протас пытается выйти из саплай-блока и получить Вуидрея. Это, конечно, интересный план. Но, боюсь, ему не суждено осуществиться. Потому что все войско Даглмл собирается высаживаться здесь. Правда, честно говоря, высаживаться рядом с дизрапторами довольно опасно. Баум с Баум может попробовать именно дизами серьезно так разбавить состав армии соперника. Но в итоге Даглмл очень грамотно высадил только пару гидролизков. Дизрапторы спасаются бегством или скорее объединяются с основной армией. Ой-ой-ой. Армии Даглмл разъединены. И да, тут есть люркеры, но без поддержки от остальной армии люркеры могут быть просто уничтожены. Что и происходит прямо сейчас. Дизрапторы выстрелили, попали в том числе и по своему Архону. Здесь всего один люркер остался, но хэтчери-то уничтожены. И этого люркера сейчас тоже может забрать Баума с Баум. Не хватило ему совсем чуть-чуть детекции. Шестьдесят боевого лимита на семьдесят. А что по зданиям? Четыре варп гейта, четыре пилона. Одна пробка есть у Протаса. И есть деньги на новый Нексус. Так, а что есть у Зерга? У Зерга ставятся две хаты. Ставятся две хаты друг рядом с другом. И есть еще много дронов. То есть, по сути, задача, наверное, как-то эти хаты защитить и отбить. Эти здания сами по себе скоро будут уничтожены. Ой-ой-ой. Да, у Зерга очень много денег. Он просто их пока толком не может потратить. Особо не на что. Тут очень опасны именно дизрапторы. Очень опасны дизрапторы. И стреляет первый. Классно попадает. На самом деле, да, у ДГЛМЛ это больше боевого лимита. Но точно ли его армия сильнее? Вот в чем вопрос. С учетом того, что там дизы. У которых очень высокий потенциал. Еще минус люркер. Вообще, есть ощущение, что войско Протаса тут предпочтительнее выглядит. Особенно с учетом того, что королевы не могут трансьюзить. Полетело еще ядро дизраптора. Протас, похоже, пробивает Дерговское войско. Остались еще обсерверы. Их пытаются зафокусить ДГЛМЛ минус обсы. И там три люркера. И больше ничего нет, что ли? Подождите, а где люркеры? Где люркеры? Раз. Два. А где третий-то? Вот здесь третий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите. Что происходит? У Зерга почти не осталось армии. Два роуча, один гидролизк, три люркера. Там пять имов выжили на красных ХП. У одного из них сорок два убийства. У другого сорок. И при этом нет детекции. И Нексус поставлен. Где Нексус ДГЛМЛ не знает? Задача ДГЛМЛ уничтожить последние здания соперника. Но он знает только о Пилоне. Он не знает, где Нексус. Задача Баума с Баума без детекции. И в идеале без потери. Выбить люркеров. Стреляют дезрапторы. Люркер убежал. Три люркера есть у ДГЛМЛ. И он пытается восстанавливаться сейчас. Здесь можно попробовать, конечно, пройти мимо люркеров на хайграунд. Но это довольно рисковое мероприятие. Да, ДГЛМЛ высадил здесь всех своих юнитов. У ДГЛМЛ появляется королева с трансьюзом. Баума с Баума пытается понять, где же люра, где же люра, где же люра. И что, будет заходить на хг? Будет заходить на хг! И там минус один люркер и минус второй люркер! Одним выстрелом Баума с Баума выбил двух люркеров. Это огромная проблема для ДГЛМЛа. ДГЛМЛ своим последним люркером в это время просто пошел выбивать пилон. Но это его последняя люра. Тут просто нечем отбиваться ДГЛМЛ. У Баума с Баума об этом не знает. Он предполагает, что там могут быть еще люркеры. А что с этим Нексусом? Что-то о нем знает? Нет, ДГЛМЛ о нем ничего не знает. Ой-ой-ой-ой-ой. ДГЛМЛ пытается получить кучу плеток. Пытается получить собак. Для того, чтобы справиться с этими пятью имморталами. Но пока все это очень безнадежно выглядит. Очень безнадежно. По-моему, ни одна плетка не доделается. Какие-то линги появляются на имморталы. Расправляются с ними мгновенно. Эта база ДГЛМЛа уничтожена. ДГЛМЛу срочно нужны новые здания. Потому что Гидроден скоро будет потерян. И Газилка, и Хата. Все это находится здесь, в одном месте. Имморталы все это уничтожают. Последнее здание ДГЛМЛа. Он успевает поставить новую Хату. И он все еще не может понять, где же у соперника Нексус. И в чем же подвох. Просто жесть какая-то происходит. ДГЛМЛ просто пробегает по всей карте. Гидроден уничтожен. Одно здание у Протаса. Одно здание у Зерга. Протас очень недалеко от здания Зерга находится. Да, у ДГЛМЛа куча ресурсов. Но один, один единственный дрон у него. Вот он. И он находит наконец-то Нексус. Рекол. Реколом возвращается Баум из Баум. Окей. Новую пробку Баум из Баум не может получить. Баум из Бауму нужно делить армию. Нужно делить армию. Нужно здесь типа оставить в стенке двух красных имморталов. И всеми остальными идти вперед. Ой-ой-ой. Он уже поделил армию. Здесь остался один иммортал. Да ладно. Да ладно. Рискует Баум из Баум. Он считает, что не может делить. Ну да, блин. А как дальше армию делить? Он одного иммортала оставляет охранять Нексус. И здесь он знает, где хата соперника. Он знает, где хата соперника. В ДГЛМЛ ставит свою последнюю хату в этой игре. У него больше не будет дронов. У него куча ресурсов, но он больше не успеет получить ни одного дрона. И либо будут уничтожены два последних здания Зерга первыми. Либо последнее здание Протаса. Сюда летят Аверсиры. И сюда летят транспортные Эверлорды, в которых вся армия Зерга. Эта хата уничтожена. У ДГЛМЛ осталась последняя, но Протас о ней не знает. А здесь Нексус. Рекол еще не откатился и пока не может вернуться Дебаум из Баум. Высаживается ДГЛМЛ всем своим войском. Начинает выбивать Нексус. Что произойдет раньше? Будет уничтожен Нексус или Протас успеет вернуться домой реколом? Протас пробегает пока через всю карту. Пытается найти, где здание Зерга. На здании Зерга в другой части карты. Слишком быстро теряет хитпоинт. И Нексус ДГЛМЛ уничтожает последнее здание соперника. И одерживает просто невероятную победу. Вот такой была финальная игра сегодняшнего ДГЛМЛ Крафта. Надеюсь, вам понравилось. Для вас работал Алекс 007. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok